Здравствуйте! С вами новости ТВ3+. И я, Наталья Копотева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войну, то своего не добился, уверяют эксперты. Тем временем Зеленский навестил украинских солдат в самой горячей точке передовой. Еще один выходной для работников. Парламент предварительно дал зеленый свет поправке, которая обязует работодателей давать сотрудникам отгул для медосмотра. Правящие инициативу бракуют и призывают работников договариваться о таких вещах с руководством без всяких законов. Улицы страны превратились в настоящий каток. Дождь, прошедший ночью, покрыл дороги слоем льда. В результате многие жители получили травмы, а у отделений неотложной помощи выстроились огромные очереди. Пока одни думают, где купить лопату для чистки снега, другие ищут развлечений. Продавцы лыж и сноубордов потирают руки. Спрос на товар вырос в разы. Жители жалуются. Найти зимний инвентарь – тот еще квест. Наша страна продолжает закупать новое вооружение, в том числе современные американские беспилотники. По словам министра обороны, Литва станет первой страной в мире, кроме самой Америки, которая будет ими владеть. Эти дроны-камикадзе способны уничтожать бронемашины противника, включая танки. Это рекламное видео от производителя, в котором показана работа дронов-смертников Switchblade 600. Именно эти беспилотники закупит Литва. Это боевые дроны или дроны-камикадзе, которые могут уничтожать бронированную технику. В отличие от предыдущего экземпляра комплекта, Switchblade 300, здесь совсем другие возможности. Беспилотники – американские. Производитель заявляет, что они могут пролететь около 40 километров со скоростью почти 200 километров в час. Также они в состоянии уничтожить бронированные машины противника, к примеру, танки. Если с самолетами все очень сложно, потому что недорогие, то беспилотники могут выполнять определенную функцию – обеспечивать воздушную поддержку. И именно эта система, новое поколение беспилотников, особенно эффективна, поскольку может действовать дистанционно, используя датчики GPS для самостоятельного поиска цели. Сколько беспилотников закупит Литва и на какую сумму – пока не сообщается, так как контракт с производителем еще не подписан. Также неясно, когда именно дроны прибудут в Литву. Известно лишь то, что страна станет первой после Америки, у которой появится это оружие. Украине отлично удается продемонстрировать, как современное западное оружие наносит противнику огромные потери. В последнее время все чаще говорится о закупке нового современного вооружения для войск нашей страны. Литва уже приобрела немецкие гаубицы, бронетранспортеры, а также американские бронированные вездеходы. На этапе ожидания – поставка американских вертолетов «Блэк Хог». Также недавно стало известно о закупке ракетных комплексов американского производства «Хаймерс» на почти полмиллиарда евро. Лучше, чтобы было дорогое, но высокоточное и современное вооружение. Именно оно дает преимущество. Министр обороны говорит, что впереди большие планы. Вопрос времени, когда у Литвы появятся и танки. В этом году оборонный бюджет составляет 600 миллионов евро. В 2023-м он увеличится более чем на 100 миллионов. Путин заявил, что не намерен поглощать Беларусь. А Лукашенко то ли в шутку, то ли всерьез назвал себя и главу Кремля с агрессорами. Вчерашняя встреча обоих лидеров в Минске закончилась громкими заявлениями, которые высмеяли в Вашингтоне. Американские военные эксперты считают, что Путин так и не достиг возможной главной цели своего визита – убедить Лукашенко открыто участвовать в войне. Зеленский же сегодня неожиданно посетил самую горячую точку в Украине – Бахмут. Сегодня Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Бахмут, в город, в котором сейчас идут самые ожесточенные бои. Президент Украины приехал, чтобы встретиться с солдатами и наградить их за то, что они, жертвуя своими жизнями, защищают страну. Путин же, наоборот, практически не покидает стены своего безопасного дворца. От агрессии украинских националистов, орденом за заслуги… Это не доживем. Путин действительно вернулся в Кремль и вновь пожимает руки своим ставленникам из оккупированных украинских территорий. Вот только если до недавнего времени глава Кремля объявлял Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области частью России, то теперь он не скрывает положение. На захваченных землях сложилось непростое. Награды Путин раздает по возвращению из Минска. А громкими результатами этого визита глава Кремля похвастаться не может, считают эксперты. Аналитики из Американского института изучения войны говорят, что Путину вчера так и не удалось убедить Лукашенко направить белорусские войска в Украину. Хотя после переговоров за закрытыми дверями последний публично заявил, что Москва всегда помогает Минску. И в трудную минуту он не отказал. А Минск? Мы идем навстречу Российской Федерации в самую трудную минуту. Ну вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Путин в свою очередь заверил, что Россия не заарится на Беларусь, не пытается поглотить ее, расширяя союзное государство. У России нет заинтересованности, кого бы это ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом. Эти слова в Вашингтоне вызвали недоумение и насмешки. Такое заявление следует рассматривать как верх иронии. Оно исходит от лидера, который в настоящее время пытается насильственно поглотить своего мирного соседа. Как бы там ни было, захват идет тяжело. Украинцы не сдаются. И несмотря на боевые действия, в Киеве зажглась новогодняя елка. Она, как и дома украинцев, освещается электричеством от генераторов. Профессиональное общение с экспертами и политиками зачастую позволяет журналистам увидеть более полную картину того, что происходит на политической авансцене. С просьбой поделиться своим видением происходящего вокруг войны в Украине, обращаемся к журналисту Радио Свобода Мумину Шакирову. Здравствуйте. До Нового года остается меньше двух недель. Каким вы считаете, этот Новый год будет для России и Украины? Также я хотел бы напомнить, что политическое руководство Украины недавно озвучило такую мысль, что этот год был годом войны, а год наступающий будет годом мира. Согласны ли вы с этим? Ну, никаких оптимистических прогнозов у меня нет. Я думаю, что война и в Новом году, по крайней мере, в первые месяцы будет продолжаться. И Кремль, Путина, они будут накапливать силы, потому что ему проигрывать нельзя эту войну. И он рассчитывает все-таки ее выиграть или, по крайней мере, зафиксировать выгодные для него позиции. А что касается Украины, у Украины задача понятна. Она рассчитывает на победу. А победа это означает, по версии Украины, полностью освобождение всех территорий. И тогда уже можно о чем-то говорить. Поэтому январь, февраль будут тяжелыми, учитывая то, что холодная зима. И сегодня, ну или последние дни, мы все время видим ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. И это не очень хорошая ситуация. И зима будет очень тяжелой. Господин Шакиров, вы говорите, что Путину проигрывать нельзя. Но вот недавно Владислав Иноземцев как раз говорил о том, что может Путин позволить себе проиграть, и ничего страшного с его режимом, может быть, и не случится. Россия не раз уже проиграла войну, сохраняла при этом свой политический строй и своих правителей. И сейчас Россия просто замкнется в себе, отгородится от западного мира и будет продолжать режим Путина жить-поживать. Ну, в такой версии я ее не исключаю. Конечно, это будет еще больше закручивания гаек. Это будут еще более жесткие репрессии в отношении своих оппонентов, хотя их особо и не осталось. Но то, что пропаганда Геббельс ТВ будет работать еще жестче, и, конечно, это будет чисто военная диктатура, и попытается Путин сохранить те позиции, которые у него есть, и его окружение играет на руку, потому что все они в одной связке. Это, мне кажется, одна из, может быть, ошибок Запада, то, что они не отделили элиту путинскую. Ну, элита – это громко сказано, это, может быть, не совсем точное слово, но окружение Путина от самого Путина, надо было все-таки их вырывать оттуда. Но это уже вопрос тактики и стратегии Запада в отношении Кремля. Поэтому, конечно, есть шанс сохранить. Мы помним диктатора Франка, который был чудовищным диктатором, но в конце своей жизни он сумел остаться не то чтобы у власти, а его, конечно, лишили власти, он сам ушел, но это была договоренность, и умер в глубокой старости почти пенсионером. Такой вариант тоже я не исключаю. То есть вариант франкистской Испании, как оптимистический вариант? Ну, его вряд ли можно назвать оптимистическим, но, конечно же, при сохранении Путина у власти страна будет закрыта, что-то типа Чучхея, но, естественно, с европейскими акцентами и деталями. Но ничего хорошего Россию не ждет, если Путин останется у власти. То есть никаких реформ там не будет проводиться, это будет, как я уже сказал, ужесточение режима. И откуда пролетит черный лебедь, мы не знаем. Но я не исключаю, что что-то может произойти, как всегда это было в России. Поэтому надо западу готовиться к длительной борьбе, Украине тем более. На прошлой неделе я смотрел очень интересное ваше интервью с Александром Невзоровым на Радио Свобода. И Невзоров говорит о том, что, ну, вряд ли мы можем рассчитывать на какой-то оптимистический сценарий, который исходил бы из самой России. Он говорит, что только ВСУ – это та сила, которая может что-то изменить. Вот вы с ним согласны в этом или нет? Абсолютно. Я считаю, что шансы велики исключительно у ВСУ изменить ситуацию. Рассчитывать на внутреннюю оппозицию нельзя. Что касается Запада, то, на мой взгляд, она делает максимально все возможное, чтобы поставки оружия продолжались, и ВСУ сражалась. И, естественно, победы на фронте, они будут менять ситуацию. Точнее говоря, это будет новый расклад, если удастся продвинуться еще по линии фронта, освободить еще дополнительно какие-то города. Конечно же, к сожалению, так получается, что все те, кто против войны в России, исключительно могут рассчитывать только на ВСУ, как и господин Невзоров. И мой последний вопрос, если все-таки мы рассчитываем на успех украинских вооруженных сил, и что именно с этим мы можем связывать свои оптимистические прогнозы в отношении России, то что же будет той альтернативой путинскому режиму, которая в России сможет перенять бразды правления у тех, кто сейчас в России у власти? Я могу сказать точно, что те, кто сегодня находится за пределами власти, вот там либеральная оппозиция, очень достойные люди, во многом уважаемые, они вряд ли могут принять участие в изменении России или в реформах каких-то, потому что Россию будут менять те люди, которые находятся, мне кажется, внутри России. Будет появиться какая-то альтернатива из того, что есть. Но те замечательные люди, которые собираются в вашем Вильнюсе, в Литве, эти люди прекрасны, но влияния и авторитета у них недостаточно для того, чтобы население их восприняло как какое-то чудо, как спасителей. Поэтому предсказать, кто и что будет, ну, появится ли какой-то хрущок, как это было после смерти Сталина в 50-е годы, мы не можем, это сложно предсказывать, я на это как бы не куплюсь, если честно, но будем рассчитывать, что одна надежда на ВССР. Спасибо большое. Еще одна идея о дополнительных отгулах для работников пробивает себе дорогу в Сейм. Социал-демократы хотят обязать работодателей разрешать сотрудникам раз в год брать выходной для прохождения профилактического медосмотра. Причем работодатель обязан будет оплатить этот день. Людям предложение социал-демократов пришлось по нраву, а вот консерваторам не совсем. Подробнее в сюжете. Жительница Паневизжиса Дани едва удалось отпроситься с работы, чтобы отвезти своего температурящего сына в клинику. По словам женщины, работодателю такие ситуации не нравятся, особенно если работы много. Сидишь тут как на иголках и думаешь, как быстрее вернуться на работу. Что уж тогда говорить о времени на профилактическую проверку собственного здоровья. Реабилитация, профилактика, времени на все уже просто нет. Ты не в состоянии больше следить за собой. Медики также отмечают, что люди хотели бы заботиться о своем здоровье. Часто спрашивают, имеют ли право на профилактические программы с учетом своего возраста. На самом деле, по словам семейного врача, жители просто не могут уйти с работы, чтобы проверить свое здоровье. Иногда они даже проходят обследование для работы. При этом обычно мы не можем сделать анализ крови в тот же день. И тогда мы снова информируем их о профилактических программах. А потом они говорят, ой, мой работодатель меня не отпустит. Депутаты Сейма из фракции социал-демократов Ариенте Лейпуте и Риманте Шалашевичуте хотят обязать работодателей раз в год предоставлять сотрудникам выходной для медосмотра. Такой день оплачивался бы в соответствии с их средней зарплатой. Мы говорим о программах профилактики, которые финансируют государства. Их в настоящее время пять. И их статистика резко выросла после пандемии в плане количества случаев или диагнозов на поздних стадиях заболевания. Программы профилактики связаны с онкологическими заболеваниями, а одна – с сердечно-сосудистыми. Мы сейчас очень много работаем. А в понедельник в Министерстве здравоохранения пройдут, скажем так, дебаты по профилактике рака лёгких, потому что в Европе он уже становится эпидемией. Социал-демократы утверждают, что их предложение поможет предотвратить такую эпидемию и не допустить лишних смертей или, по крайней мере, позволит начать лечение на более ранней стадии, а также сэкономить госсредства. Литва на скрининг для профилактических программ в год выделяет около 20 миллионов, которые она не осваивает. Во время пандемии этот вопрос был полностью закрыт. То есть вы не могли прийти, да и не звал никто. По мнению депутата Миндаугаса Линге, сама по себе идея поощрять людей трудоспособного возраста проходить медицинские осмотры хороша, однако депутат считает, что инициатива оппозиции противоречит логике теперешнего законодательства. «Написано, что прохождение такого осмотра обязательно. В законе перечислены случаи, когда это обязательное требование. Наконец-то им говорится, что если вы этого не сделаете, вам за это ничего не будет». Консерватор говорит, что подобная идея ложится бременем на работодателя, да и кто проследит, чтобы работник действительно пошел к врачу, а не по личным делам. «Когда мы проходим профилактические медицинские осмотры в рамках программ, это наше личное дело. В таком случае не обязательно сообщать своему работодателю, какие программы я прошел». «В рамках этих программ в зависимости от возраста раз в три года или раз в пять лет проводится обследование, поэтому для работодателя не будет обременительным оплачивать этот день». Лина Слушнис, депутат Сейма, также выступает за профилактику, но не считает, что сейчас это большая проблема, особенно если учесть, что многие работают удаленно и могут легче планировать время. К тому же работодатели обычно не против отпустить работника, если у них нормальные отношения, говорит политик. «Когда я был руководителем, были моменты, когда работник отпрашивался. Я спрашивал, действительно ли это нужно. Если да, то я соглашался, ведь это очень важно. В чем смысл закона, я не знаю». Сейм после обсуждения предварительно одобрил предложение соцдемов. Вопрос будет рассмотрен в комитетах, а затем вынесен на обсуждение в парламенте на весенней сессии. На этой неделе депутаты также утвердили пять дополнительных выходных дней для самообразования сотрудников. Однако оплачивать их работодатель не будет. Литва превратилась в один большой каток. Из-за ливня на дорогах и тротуарах образовался лед, а в отделениях скорой помощи страны образовались очереди из заступившихся. Самыми распространенными жалобами стали травмы стопы, запястья, голени и лодыжки. «Люди вообще не могут ходить, поскальзываются. Один человек чуть не попал ко мне под машину. Вышел, и сразу попадали люди. Передвигаться вообще невозможно. Сейчас начали ездить, посыпать дороги солью». «Продъем, мы ждем, по бичке колес, чуть-чуть грустно попили». Некоторым жителям Щауляя сегодняшнее утро запомнится надолго. На рассвете людей встретил внушительный слой льда. А в отделении неотложной помощи мгновенно случился аншлаг. «Я вышел из дому покурить, поскользнулся и все. Теперь я жду помощи». «Пострадала и другая нога?» «Мениск был прооперирован 7 декабря, так что теперь я буду стоять на обеих ногах. Проще говоря, кости раздробились, и теперь, как я понимаю, трутся друг от друга». Житель Щауляй Аурелиус убежден, что сегодня таких людей, как он, трудно даже сосчитать. «Жду я час, приходит женщина с поврежденной рукой, другая женщина с ушибом плеча. У мужчины вывих запястья». «Все бригады работают, много звонков. Очень скользко, и нам трудно проехать во дворы». «Утром по дороге на работу я упала на тротуаре прямо возле своего дома. Я, наверное, сломала запястье. Судя по карточкам, людей в пять раз больше. Я приняла троих из зала, там были переломы голени, лодыжки, а здесь у нас травмы запястья в основном. Я сегодня не очень успеваю, но, возможно, кто-то окажет помощь». «В Щауляй можно провести около 4-5 часов в зале ожидания приемного отделения. В других городах ситуация не лучше». «В Литву пришла очень теплая воздушная масса с запада, и начиная с западных районов в утренние часы уже достигла восточной части страны. Началась морозь, с неба посыпался мокрый снег. Позднее морозь сменилась дождем. В восточной части страны, где морозь начала формироваться позже всего, толщина льда составляла всего миллиметр, а в западных районах уже несколько миллиметров». По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в большинстве районов страны новый слой льда не образуется. Но дождь будет продолжаться, поэтому на востоке Литвы в первой половине ночи следует быть на чеку и не поскользнуться. Метелицы и снежные сугробы сыграли на руку не только продавцам снегоуборочных лопат. Продажи лыж, сноубордов и различных видов санок увеличились в разы. Теперь, прежде чем съехать с горки, нужно пройти настоящий квест по поиску подходящего инвентаря и выложить за него приличную сумму. Подробнее в сюжете. Даже в середине рабочего дня можно встретить людей, которые впервые в этом году пробуют кататься на санках или коньках. Мариус и его семья недавно вернулись из Англии и уже успели насладиться экстремальным развлечением. Приятно, что накануне праздников выпало столько снега. Возможно, Новый год и Рождество тоже будут снежные. Вы сегодня приобрели санки? Да, обошли весь Чауляй и с трудом обнаружили их в Центральной Максиме. Это отличное развлечение для всей семьи. Советую всем сюда приехать. Сегодня мы забыли санки дома, поэтому купили декатлоновские салазки. Продавцы товаров для зимнего отдыха отмечают, число покупателей заметно увеличилось. В этом году мы определенно продаем больше зимнего инвентаря, так как снег в этом году выпал рано. По сравнению с прошлым годом, продажи выросли более чем на треть. Деревянные санки по-прежнему самый популярный товар, и мы наблюдаем значительный рост популярности надувных ватрушек. Как только выпал первый снег, продажи санок, ватрушек и других товаров для зимнего спорта и отдыха выросли в несколько раз. Большим спросом пользуются коньки, потому что они не занимают много места, и их легко поднимать и спускать с горки. Цены варьируются от магазина к магазину. Самые дешевые простые пластиковые салазки можно купить за несколько евро. За более габаритный зимний инвентарь придется заплатить несколько дороже. Самые дешевые пластиковые санки будут стоить до 20 евро. Деревянные санки – одни из самых дорогих. Надувные ватрушки подорожали на несколько евро. Деревянные тоже стали слегка дороже. У продавцов более профессионального зимнего инвентаря, лыж и сноубордов наблюдается чуть более выраженная тенденция к росту цен. Если вернуться на пять лет назад, то любительский набор стоил 280-300 евро. Это был неплохой набор для начинающего лыжника-любителя. В настоящее время его стоимость составляет более 400 евро, ближе к 500. За годы цены на лыжи выросли на 10-15 процентов, но, по словам продавцов, высокий ценник не отпугивает покупателей. Люди в этом сегменте не очень чувствительны к цене. Конечно, всегда есть всякие нюансы, но в основном, если зимой человек хочет кататься на лыжах, он заплатит и 3, и 4, и 5 сотен евро. Продавцы рассказывают, что когда выпал сильный снег, люди начали сметать не только лыжи и санки, но и средства для уборки снега. Когда начался обильный снегопад, продажи лопат выросли буквально в десятки раз. На покупку товаров для уборки снега покупатели не скупятся, приобретают более качественный товар, дабы он прослужил несколько сезонов. Сейчас жители Литвы за лопату для снега готовы отдать в среднем 20 евро. Ну что ж, а теперь о погоде на ближайшие дни. Здравствуйте, Наглис. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, наши зрители. Наглис, объясните, пожалуйста, что это было утром? Минус 5, дождь, как это вообще называется? А это, Наталья, очень просто. Вот видите, вот кафедральный собор наш, вот и серое небо. Воздух, вот приземный слой был холодный, температура минусовая. А на уровне облаков на этот холод наползало тепло. И в этом тепле вот эти капельки и ютились. И они вот начали падать через этот холодный слой воздуха. А поскольку падали на холодные поверхности, эти капельки сразу примерзали и образовалась такая пленка льда. Ну вот все тут и подскальзывали. Вся Литва сегодня скользила, падала, ломалась и так далее, и так далее. Мерзкая погода. Да, вспоминаем физику. Чего ждать в ближайшие дни? А вот все поменялось радикально. Вот нам режиссеры показывают Каунас. Вот это все серое небо, из него там что-то капает, падает на землю. Но температура уже плюсовая. И понемножку все нагревается, и вот этой пленки льда уже не будет. И побережье. Клайпеда. На побережье туман висит. Вот это вот так вот все влажно, тепло. И на побережье вообще там будет очень тепло. Сейчас посмотрим на другие карты, как все будет происходить. Вот этот вот поток воздуха, он так и идет. Он где-то с Испании, с Северной Африки идет, несет тепло. И по пути, конечно, немножко эта температура падает, но все равно нам тоже хватает. Облачно, и вот эти облака проходят дальше, и будут нам нести влагу. Из этих облаков будет капать, и капать, и капать, и капать. И, так кажется, капать будет по всему пространству. Главный удар тепла вот в наши края. Южнее там еще сохраняется немножко холодок такой, но, возможно, и там его не станет. Особенно днем. Все-таки будет плюсовая температура. Вот, вернемся в наши края, в Литву. Ночь облачная, будут плыть вот эти серые облака, которые мы видели на видеокадрах. Из них будет идти дождь. Почти целую ночь, но там промежутки без дождя будут небольшие. То же самое днем. И температура. Как я уже сказал, вот приходит этот очень теплый воздух. И минимальная температура ночью, то есть завтра утром, когда вот люди пойдут на работу, детей в школу будут отвозить, будет от 1 градуса тепла на востоке до где-то 4-5 градусов на западе, а днем на 1 градус выше. Вот и все. Четверг то же самое, только дождь пореже и пожиже. Все. Температура такая же самая, тепло, оттепель. Пятница. Температура такая же самая, плюсовая, но к дождю будет прибавляться и мокрый снег на севере Литвы. Так что вот слякоть, ну и, в общем-то, это грибовая погода. Будьте внимательны к своему здоровью. Да уж, спасибо большое, Наглис. Ну что ж, а у нас на сегодня все. С вами были новости ТВ3+. Берегите себя и будьте аккуратны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok